Огурцы в этом году, конечно, у нас, наверное, плохие будут. Всё, листики пожелтели, огурчики сразу загнивают, не успевают завязаться. О богатом урожае Юлия уже даже не мечтает. У огурцов листья сохнут, у томатов скручиваются, у яблонь и вовсе сгорели. Всё желтеет, всё почему-то сыпется, сохнет. Солнечные лучи какие-то очень активные. Изнуряющая жара для растений – испытание, особенно в теплицах. Там температура поднимается порой выше плюс 50. Растениям не хватает влаги, поэтому дачникам приходится прикладывать намного больше усилий, чтобы получить урожай. Растения приходится поливать в два, а то и в три раза чаще, чем обычно. Юлия разводит руками. Как ещё помочь растениям пережить засуху, девушка не знает. А вот у агрономов есть несколько советов. После каждого полива необходимо рыхление почвы и, конечно, мульчирование, которое спасёт не только от излишнего испарения, но и от перегрева почвы. Но и обязательно следите за тем, чтобы не возникли различные вредители, особенно паутинные клещи. Но беда не приходит одна. Аномальная жара погубила не только урожай Юлии. Страдают и животные. Курятники – потеря. Одна из несушек такую погоду не пережила. Мы научились, как с этим бороться. Доливаем им водички холодной каждый день побольше и поливаем курятник сам. В личных подсобных хозяйствах тоже бьют тревогу. От засухи страдает и крупный рогатый скот. Коровы плохо переносят жару и, как следствие, дают меньше молока. Ульяновы держат коров уже несколько лет. Удой упал почти в два раза. Раньше сдавали по 130 литров, сегодня по 70. Хозяйство терпит убытки. Теперь денег хватает только на корм и услуги пастуха. Сейчас из-за жары упали молоком, сильно упали, потому что жарко. Они больше пьют, чем едят. Сена в этом году мало. Дорогое будет сено. Зерно тоже. Ковно малюсенькое. Ничего не выросло. Убытки терпят и аграрии. Урожайность однолетних трав упала более чем в два раза. Дожди немного оживили растения. Но и этого пока мало. Какой урожай соберут дачники и аграрии, все еще завезет от погоды. Дарина Халина, Вячеслав Богданов, Анна Васильева, Сергей Иванов. Тюменская служба новостей.